Новая Одесса Правоохранители установили личность телефонного хулигана, который вчера сообщил о минировании сразу трех учреждений в Одессе. Как выяснилось, звонки поступали из квартиры 83-летнего пенсионера. Милиционеры также установили, что в квартире он живет один, посторонних лиц в момент звонков там не было. Объяснить свои действия пенсионер не смог. Шутник-террорист сообщал о минировании Малиновского суда, 411-го госпиталя и двух отделений банка. Только в госпитале взрывотехникам пришлось обследовать 17 разноэтажных зданий и огромную прилегающую территорию. Кроме того, эвакуировали 554 человека, 204 из которых – пациенты больницы. Тарифы на жилплощадь вырастут. В парламенте предлагают брать с владельцев квартир по 50 копеек за каждый квадратный метр жилой площади. Об этом говорится в зарегистрированном законопроекте, автором которого является регионал Евгений Морозенко. На что будут эти средства, выясняла Дарья Сидоровская. Квартплата подорожает в среднем на 30 гривен. В Верховном Совете зарегистрировали законопроект, которым предлагается платить дополнительно по 50 копеек за каждый квадратный метр жилой площади. Предполагается, что квартплата вырастет в среднем на 25 гривен за однокомнатную квартиру, на 30 за двухкомнатную и на 40 за трехкомнатную. В новом законопроекте предлагается платить дополнительно минимум 50 копеек с каждого квадратного метра жилой площади. То есть 22 гривны придется доплатить, имея в собственности 45 квадратов. Автор законопроекта, член партии регионов Евгений Морозенко объясняет, средств на содержание жилищного фонда не хватает. Возражаю категорически. У нас и так наши коммунальные услуги не соответствуют тому, что делают наши структуры, которые ведут жилищно-коммунальным хозяйством. Как бы они не поднимали вот эту вот плату, все равно денег не хватает, потому что один подъезд залатали, второй потек. Я не думаю, что это будет очень эффективно. Выхода на сегодняшний день я не вижу, потому что в любом случае люди думают совершенно не так, как думает правительство. В любом случае, пока единого мнения, единого какого-то решения не будет до тех пор, пока люди не будут думать одинаково. Знаете, в связи с этим у меня свой дом. Верховное радио утверждают, средства будут использоваться по прямому назначению. На благоустройство, ремонт домов, общежитий, индивидуальных квартир и их инженерных сетей. А куда раньше деньги девались, которые мы оплачивали? Мы же оплачиваем потихонечку, понемножку, как говорится, как можем, как у нас получается. Мы оплачиваем. Куда эти деньги уходят? Пусть они отчитаются сначала за то, что они израсходовали. Сомнительно. Это все разговоры и пока нужно поднять. А на деле, на самом деле, ничего не получается. Обещают. Да, потом. На очереди. И что это первый раз, особенно лифты, когда люди падают. Это только обещание. И я в этом даже не сомневаюсь. Я думаю, что не будет ремонтироваться. Я не знаю, конечно. Если у нас не будет каких-то кардинальных изменений в системе ЖКХ и всего остального, это все бесполезно. Это не поможет. Это какие-то фонды? Нет, абсолютно. Это все, вы же понимаете, фонды, это все. Бесплатный сыр мышеловки. Экономисты говорят, необходимо менять систему ЖКХ. Нужно не больше денег добавлять и собирать с людей. Нужно создать систему индивидуального контроля за жилищно-коммунальным хозяйством. То есть нужно создавать объединение совладельцев, открывать расчетные счета. И пусть люди решают, сколько нужно платить с квадратного метра. На сегодня мы платим деньги. Я считаю, что большие деньги. А дома наши не содержатся в соответствии с требованиями СДПТ. В лучшем случае работает дворник. Если мы не контролируем этот ремонт, и деньги лежат не на нашем счете, а на счете некого, так сказать, фонда закромов Родины, это очередной обман. Специалисты утверждают, повышение на 50 копеек за один квадратный метр не предел. Ведь в результате формировать сумму будут местные советы. Нариседровская, Андрей Колодий, Новая Одесса. Верните наши деньги, хватит нас обманывать. С такими лозунгами вчера, 13 мая, на улице Измаила вышли работники базы технического обслуживания флота украинского дунайского пароходства. Около сотни человек пикетировали главный офис предприятия и требовали выплатить зарплату за последние полгода. Далее Валерия Наумова. Далее Валерия Наумова. Глава украинского дунайского пароходства Александр Долгов. У меня тогда один вопрос к вам. По сегодняшний день нам зарплату. Секунду, бузить будем или работать будем? Будем. Пока долу деньги, пока зарплату не дадите. Мы не бузим, мы законно бастуемся. Ситуацию, которая сложилась на предприятии, в первую очередь он объясняет европейским экономическим кризисом. Если бы я платил зарплату вам всем месяц в месяц, в августе прошлого года пароходство прекратило бы свое существование. Напомним, ранее 7 мая работники базы уже объявили так называемую итальянскую забастовку, которая предполагает строгое соблюдение всех правил и должностных инструкций. Так измаильчане отказались приступить к работе без спецодежды. Теперь, если руководство не погасит долг, люди намерены перейти к более серьезным мерам. Валерия Нового, Новая Одесса. Праздник музыки, песен и танцев в городах Бессарабии пройдет в традиционный международный фестиваль искусств «Дунайская весна». 17, 18 и 19 мая в рамках фестиваля пройдут концерты и культурные мероприятия в Измаиле, Татарбунарах, Келье, Болграде и Рени. Праздничная программа гала-концерта подготовлена при участии Одесской областной филармонии. Подробнее расскажет Дмитрий Долматов. Сотни участников и тысячи зрителей. Чтобы вместить всех желающих, будут задействованы пять стадионов. Не обойдется также и без именитых гостей. Гостем фестиваля будет очень известный всем Академический национальный оркестр народных инструментов под управлением профессора, заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата премии Шевченко Виктора Милианча Гуцела. Это очень известный коллектив. Это коллектив, который знает не только вся Украина, а весь мир. Который будет достойно представлять палитру наших прекрасных народных инструментов во всем нашем предунадке. Гала-концерт пройдет в Измаиле 18 мая. В программе примут участие оркестр народных инструментов, а также самые лучшие исполнители и коллективы Одесской областной филармонии. В целом зрители представят совершенно новые произведения. Масштабная программа фестиваля не ограничится тремя днями. В рамках празднования в городе пройдут 20 благотворительных концертов. Также выступят военнослужащие из разных частей при Дунаве. Однако и это не последнее новшество. Вот уже есть предложение в следующем году сделать выставку, передвижную выставку художников и фото-выставку. Это очень интересное предложение. Я надеюсь, что мы им воспользуемся. Какие бы нововведения не происходили в программе фестиваля, незменным остаются веселые народные гуляния, которые из года в год сопровождают Дунайскую весну. Дмитрий Далматов, Олег Шпак, Новая Одесса. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть интересная информация и вы хотите, чтобы весь город узнал о ней, звоните нам. Телефон горячей линии 706-38-96. Наш выпуск завершает прогноз погоды. Увидимся в 19 часов. В студии была Екатерина Ярская. Хороших новостей и удачного дня. Прогноз погоды от страховой компании ТИКОМ. За данными Центру погоды, у середу 15 травня в Одессе протягом дня будет хмарно и незначный дошч. Вітер західних, певденно-західних напрямков 1-3 метри на секунду. Атмосферный тиск нищий за норму – 753 мм ртутного стовпа. Відносно вологість повітря – 90%. Температура повітря вночі – 16-18. В день – 18-20 градусів з позначкою плюс. Не вистачило впевненості. Страхова компанія ТЕКОМ. Впевненість у квадраті. Субтитрувальниця Оля Шор. Субтитрувальниця Оля Шор.